Не перестаем радовать вас спортивными достижениями, брачан. Ученики 41-й школы города заняли второе место на региональном этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги КС Баскет в Иркутске. Чтобы завоевать серебро, области ребятам нужно было показать свое мастерство в Братске, а после и среди северных территорий при Ангаре. Только благодаря этим победам была открыта дорога в региональный центр. С серебряными медалистами познакомилась моя коллега Юлия Вербицкая. Желание, стремление и каждодневная работа. Только это помогло ребятам стать одним из лучших на региональных соревнованиях по баскетболу среди школ. На подготовку с нуля у парней был всего год. Летом каждый день проводили на спортивных площадках. С тренером отрабатывали технику, смотрели игры профессиональных команд. Мотиватором послужил проигрыш в прошлом году. Когда на таких же соревнованиях не смогли обыграть никого. Мы проиграли в треск. Провал был полнейший. То есть команды по сути сыгранности не было. То есть игроки те же. Но и они, видя это, замотивированы были попасть еще раз на этот же турнир и доказать, что они действительно что-то могут. Баскетбол игра не просто физически, но и технически умственно сложная. Это командная игра, где в одного не удастся сделать и 5% для победы. Капитан команды Владимир Делица. С раннего детства занимался разными видами спорта. Но именно баскетбол помог раскрыть весь потенциал. Большой прогресс у меня технический. Стал видеть по-другому игру. То есть, когда я пришел, я кроме мяча и пола ничего не видел. А сейчас стал замечать игроков, обращать внимание на игровую ситуацию, когда стоит мяч брать в свои руки, перетаскивать на себя инициативу, когда нет. Я играю на 4-5 позиции, центровой либо тяжелый форвард, в зависимости от того, кто сейчас на поле. На региональном этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги наши парни одержали победу с огромным разрывом в очках. Так, например, с Иркутском спортсмены сыграли 62-33 в нашу пользу, соответственно. Проиграли с Людянки всего 4 очка. Признаются, глаза боялись, но руки делали. Ну, я думал вначале, что это вообще не наш уровень. Прошли этап в Саянске. Думал, все, это конец. Ну, то есть дальше нас просто разорвут. Потом этап в Иркутске, первую игру выигрываем. Я думаю, мы в какой-то сказке, что дальше мы тоже можем выиграть. Тут, наверное, заслуга больше Евгения Юрьевича. Тренировки обычно были три раза в неделю, по часа два. Удивительно, но Евгений Моисеев – тренер. Ребят вместе с ними учился основам владения мяча и различным техникам. Это было становление и самого спортивного руководителя, и лучших баскетболистов города в рамках школьной лиги. Я подписался сразу же на тех тренеров, которые тренируют и сборную России, и клубы, и опытные тренеры, и молодые. Глядя на них, собственно говоря, многие вещи мы пробовали, отрабатывали на тренировках. То есть у нас за этот год, по сути, команда приобрела тактику, команда приобрела возможность взаимопонимания друг друга, наладились. И мы поехали, когда в Иркутск, мы поехали именно командой. В сборной 41-й школы вручат три профессиональных баскетбольных мяча, форму и, конечно, кубки, медали и грамоты. Отмечу, что вдохновила наставника и ребят на игру и на победы известный братский тренер сборной по баскетболу Александр Богданов. Только вперед! Желаем удачи! Юлия Вербицкая, Владислав Гусев, программа «Факт», ТРК «Братск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова